Сегодня мы будем делать очень простое блюдо, но в то же время очень вкусное. Обычно я его готовлю на костре, когда компания готова готовиться к принятию шашлыков и так далее. Это лаваш. Для этого нам нужно лаваш, майонез и сыр. Сыр у нас домашний, адыгейский. И вот так вот майонез. Кто сказал, что майонез вредный, но я вам скажу, что да, он вредный. В 100 граммах 700 калорий, в диетическом меньше. Вот так наносим. Гораздо вреднее растительное масло, которое нам все диетологи говорят, безхолестеринное и так далее. Там 1000 калорий, почти 900 с лишним калорий, в 100 граммах масло. Но масло мы когда жарим, оно же впитывается. Мы готовим на гриле. Для лаваш трем сыр. На майонез. Вариантов много. Если зелень есть, вы на природе, можно добавить зелень и порезать сюда. Очень много вариантов. Натираем сырочек. Натираем. Обычно мы используем сыр сулугуни. Зелень я кладу. Лук зеленый, петрушку, кинзу. Вот. Очень вкусно получается. Запекается. Сулугуни обычно. Либо адыгейский. У нас в данном случае адыгейский. Другого просто нет. Домашнего производства сыр. Обычно можно брать сулугуни. И вот у нас складываем. Если мы на природе, мы вот это прямо на решетке делаем. Кладем на решетку. Ну, в домашних условиях мы сейчас возьмем у нас гриль. Готовится, разогревается. Мы возьмем и прямо вот с этой вот подложечки положим на гриль. Сейчас ждем две минуты. А вы знаете, что у нас много рецептов у меня на YouTube канале Дегустатор Толстов. Прямо можете забить Дегустатор Толстов YouTube. И там вылезет мой канал. На него заходите и смотрите всякие-всякие-всякие. Подписывайтесь. Если нравится, ставите лайки. Там казан. Ну, казан, я думаю, в этом году, как кончится карантин, мы сделаем несколько блюд больших. Там целыми кусками баранину будем обжаривать, запекать с овощами. Будем готовить фирменную печень. Будем готовить в казане овощи. Очень много блюд. Фаршированные курицы целиком. Несколько штук будем до коричневой корочки запекать. Потом томить в казане будем. Вообще, у меня на канале есть рецепты соусов различных. Кизиловый соус. Есть как аджику делать. Из рыбы блюда. Поставили мы на режим гамбургеров. Открываем. Обратите внимание, под углом наш гриль, чтобы не вытек сыр расплавив, расплавляющийся, надо вот этим кверху. И вот так вот. Все. Мы сейчас еще сделаем вот так. Запечатаем. Чтобы полностью он запекся. Сработала наша гриль. Запекся лаваш. Я его называю так для своих ленивых хачапури. Ленивых хачапури. Обычно его... Пока готовилось, мы натерли еще сыр. Сейчас будем следующую партию делать. Пока готовилось. А этот мы снимаем. Он так же залетает. Дегустируем. Что получилось? Режем. Нарезаем. Нарезаем. Он подхрустывать должен. Подхрустывать. И пробуем. Да. Можно сулугуни и адыгейские сыры использовать. Когда на костре. Вот эти вот корочка. Она прям вообще хрустит. И сыр очень сочный. Получается. Всем приятного аппетита. Второй вариант. Сделаем. Мы нашли на подоконнике немножко зеленого лучка. Сделаем зеленым лучком. И по зажарести сделаем. Прям чтобы хрустела как на углях корочка. На улице плюс двадцать семь. Двадцать восемь. Так хочется. Чтобы была имитация свободы. Природы. У нас семья уже находится в изоляции даже месяц и неделя. Больше. Ставим. Так же кладем. Края загнули. На зажаристый режим ставим. На режиме мяса мы разогрили гриль. В ручном режиме доводим. Смотрите. Аж надувается. Аж надувается у нас. Ммм. Аромат какой от лука. Выключаем гриль. Ох. Аж она поднялась. Ммм. Зажаристые края какие. Смотрите. Аромат какой. Вот он такой зажаристый получился. Хрустящая корочка. Ммм. Аромат какой. Ну ему надо отдохнуть чуть-чуть. Немножечко должен полежать наш ленивый хачапури. Ах. Если бы была кинза. Кинзочка бы здесь бы. Если бы была кинза. Вон как хрустит. Вот этот краешек мой любимый. Самый хрустящий. Самый хрустящий краешек. Какой божественный аромат лук дал. Помогите. Вот этот зеленый лук. Он поджарился. Он прям такой аромат. Приятного аппетита. Подписывайтесь на канал Дегустатор Толстов. Мы только начинаем. Просто многие друзья просят рецепты. Звонят. Пишут. В личку в фейсбуке. В инстаграме. Вот решил. Пока есть время. Этим заняться. về прям pivotal часа. Пока.